Приветствую вас, отвечая на вопрос, который вы задаете, да, как справиться с своим страхом, разобраться в себе, я думаю, что наиболее адекватным вариантом будет, пожалуй, все-таки рекомендация вам проконсультироваться. Лично у специалиста, который подойдет вам, ну, которого вы выберете, вот, это первое, потому что то, что вы описываете, это следствие, это следствие ваших определенных проблем, и работать со следствиями, на мой взгляд, дело неблагодарное, да, то есть нужно смотреть все-таки на причину, вот. Значит, реализация, вообще, как таковая, это привнесение своих ценностей, ценностей своей индивидуальности. Собственно говоря, в мир, вот, это реализация, поэтому, чтобы вам действительно себя реализовать, очень желательно, чтобы вы определили, в чем ваша индивидуальность, в чем ваша уникальность, непосредственно. И это уже вы будете реализовывать в той деятельности, ну, в той сфере деятельности, которую вы так или иначе занимаетесь. Дальше, вы пишете, тот стресс, который мне приходится переживать, меня убивает. Здесь я вынужден констатировать у вас позицию жертвы. Вот. Я вынужден констатировать, побив свою жертву. Потому что вы пишете, что вам именно приходится переживать стресс. стресс. А это, мягко говоря, не совсем так, потому что вам совсем не обязательно переживать стресс. То есть, вы можете его не переживать, вы можете не переживать стресс. Если определите для себя и решите для себя, как вы относитесь к тому, что происходит. А. Что вы можете с этим сделать. Б. Для чего вы этим занимаетесь, собственно говоря. В. Вот это очень, очень важный момент, на мой взгляд. на который вам стоит обратить свое внимание. То есть, стресс это то, что выводит вас из, эээ, ну, душев, из, эээ, душевного равновесия. И нужно понять, эээ, в чем и почему то или иное выводит вас из равновесия. Дальше вы пишете про ответственность. Вы говорите о постоянной ответственности, которая зависит еще и от больших денег в фирме. Понимаете, какая сука. Здесь очень важно пояснить саму природу ответственности, которую вы условно на себя берете. Если вы берете на себя слишком большую ответственность. Например. Если вы берете на себя чрезмерную ответственность. Например. Если вы постоянно берете ответственность, допустим, за других людей. Вот. То это одно. Но если та ответственность, которую вам необходимо реализовывать в процессе работы, вас тягачит. Именно, именно тяготит. То в таком случае вам это действительно просто не подходит. Вам действительно не подходит та работа, которой вы сейчас занимаетесь. И это, конечно, возможно неприятно. Но, на мой взгляд, гораздо лучше для вас было бы признать этот факт. Что вам, ну, что-то не подходит. Что что-то не для вас. Вот. И подумать. А где? Где вот та грань, та грань. Что у вас что-то получается. Да, что вам что-то нравится. Нравится. А что-то нет. Где та грань, когда все происходит легко, понятно, да. Вот. Где все происходит, ну, условно, без напрягов каких-то, да. Вот. А где начинается трудности? То есть вопрос ответственности. Именно вопрос ответственности. Стоит рассмотреть. Это совершенно однозначно, да. Вот. Потому что, ну, как бы, от этого напрямую зависит ваша, ну, ваша безопасность. Вот. Дальше. Еще и женский коллектив, в котором вечно какие-то страсти и разговоры не подъел. Ну, возможно, что и так. Но, во-первых, вы тоже женщина. Что это как бы, вы считаете, что это ненормально? Ненормально, что женский коллектив страсти не подъел. Вы считаете это чем-то плохим? Или как? Вы сами, женщина, и вы могли бы поддержать этот разговор. Либо вы можете не поддерживать этот разговор, если вам не нравится. Тут важно выработать отношение к этому. Ибо, условно говоря, вы, вы на работу приходите, чтобы работать. Вы не приходите заниматься чем-то еще. А такое впечатление, что у вас постоянно вмешивается в вашу работу личный фактор. Ну, или личностный фактор. Как угодно. Это можно называть. Дальше. Еще у меня куча ошибок, и поэтому я чувствую, что просто не гоню для этой профессии, где такая ответственность. Дина, я, конечно, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но вы на свою работу, совершенно очевидно, как-то попасть. И если вас на вашу работу взяли, то, как минимум, как минимум, это означает, что вы, вероятно, подходите. В данный момент, в данном случае, за подбор кадров отвечает другой человек, не вы, что очень важно понимать. Понимаете? На мой взгляд. Дальше. Важно понять и определить вам, как вы относитесь к ошибкам. Потому что ошибки, это, в общем, абсолютно естественная история. Ошибки, это абсолютно нормальная ситуация, нормальная тенденция. Любой человек совершает ошибки, и относиться к ошибкам нужно спокойно. То есть, они есть, как бы, и есть. Другой вопрос, что из ошибок нужно делать выводы. То есть, вот если вы из ошибок выводов не делаете, да, это уже проблема. Но если вы из ошибок выводов делаете, то никаких сложностей не возникнет. По крайней мере, критичных, которые нельзя было, например, исправить, там, с какими-то, ну, с какими-то действиями, с какой-то моделью поведения. Поэтому очень важно, чтобы вы выработали для себя, чтобы вы выработали для себя, вот, а именно отношение к ошибкам, к своим ошибкам. Очень важно, чтобы вы определили для себя, что есть ошибка, что из себя представляют ошибки именно для вас, что такое ошибка именно для вас, и почему. Почему? Понимаете? Вот это очень важная история, на мой взгляд. Потому что ошибки совершают все люди. Ошибки совершают все. И без ошибок не может никто. Без ошибок не может никто. Но, как бы, как бы здесь свят он говорит в том, как вы на них реагируете на ошибки. Очень важно, бывает так, что человек свое мнение об ошибках, ну, там, приносит, условно говоря, приносит из своего детства. Такое бывает достаточно часто. Что в детстве, вот, родители, например, там, приучили, что ошибки это плохо, что ошибок быть не может, что ошибок быть, там, не должно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это нервирует человека, ну, в данном случае вас. Вот. Конечно, это нервирует, это напрягает. Вот этот момент нужно тоже корректировать. То есть, более адекватно относиться к ошибкам. Дальше. Я не могу понять, как понять, на что я способна, и какая должна быть новая работа. Ну, надо сказать, что на что вы способны, что на что вы способны, определяется тем, что вы делаете без напряга. То есть, то, на что вы способны, именно, то, на что вы способны, определяется тем, что вы делаете легко. То есть, если есть что-то, что вам, что вам дается легко, если есть что-то, что вам дается легко, то это и то, на что вы способны. Какой должна быть новая работа, также вопрос крайне неоднозначен. Потому что, например, есть четкое достаточное разделение на работу и труд. Работа всегда – это что-то такое, что чем-то, чем человек занимается через силу, с трудом. С трудом. Это работа. А труд – это то, что человек делает легко и естественно для себя, с запалом определенным. И тогда, то есть, здесь вот такие вещи путать, на мой взгляд, нельзя. Потому что, все-таки, какой должна быть новая работа, определите вы сами, сами, исходя из совокупности своей индивидуальности и, значит, своих ценностей. Именно совокупность ценностей, ваших ценностей, вашей системы ценностей и, значит, вашей индивидуальности, поможет вам увидеть, какая работа подольше. Дальше, я составил список, какой я вижу работу мечты. Безусловно, это неплохо, что подобный список у вас есть, но, как бы, на мой взгляд, желательно, чтобы этот список, то есть, как бы, это некий идеал, просто. Это просто некий идеал, к которому, ну, условно говоря, можно стремиться, к которому, условно говоря, нужно стремиться. В реальной жизни, вероятность того, что вы найдете именно работу мечты, очень маленькая. Но это и не должно быть, опять же, по-другому. Я не знаю, что делать, чтобы что, да, что делать, чтобы что. Просто так ошибиться с выбором работы я не могу, так как на мне ответственность за оплату квартиры съемной, проездной, продукции и т.д. Я вас понимаю, и поскольку здесь стоит вопрос выживания, да, то и относиться к этому стоит достаточно серьезно. Потому что раз идет вопрос выживания, значит, действительно, не нужно делать поспешных выводов. Сейчас у вас есть работа, которая худо-бедная, но помогает вам выживать. И так потерять ее, если я правильно понимаю, как бы создает риск того, что вы вообще останетесь без средств существования. Коли это так, то возможно, имеет смысл использовать эту работу, именно использовать ее для того, чтобы выжить. Но при этом постараться максимально уменьшить количество эмоциональных затрат ваших на нее же, на работу. Снизить ответственность, там, убрать что-то, ну, что-то лишнее. Вот. И так далее. Для этого нужно, конечно, подробнее рассмотреть, как именно и что происходит у вас. Дальше. Мне очень страшно. Я боюсь, что на новой работе все будет плохо. Но если вы будете выбирать свою работу неосознанно, если вы будете выбирать свою работу вот так, как вы, как вы, собственно, выбирали эту, а непонятно на основе чего и как вы ее выбирали, то да, вероятно, все может быть плохо. Здесь с вами не бесполезно. Но для того, чтобы не было плохо, нужно сделать вывод. Дальше. Когда, когда вы говорите плохо, вы проводите некоторую оценку. Это такая определенная оценка. Вы даете оценку ситуации. Очень важно понять, какой у вас, условно говоря, критерий оценки. Ну, вообще, оценочные, оценочные критерии у вас. Какие? Вот, ну, в принципе, в принципе, как таковые. Вот. Это очень важная история, на мой взгляд, потому что оценка всегда субъективна. Оценка всегда очень субъективна. И если вы, если вы ее даете, то очень, очень, очень важно допускать, что вы ошибаетесь. На мой взгляд, подобная история крайне необходима, если вы хотите действительно в своей ситуации разбираться лучшим образом. Вот. То есть, что значит плохо? Как это понять, что плохо? Что для вас плохо? А что хорошо? Вот это нужно исследовать. Этот момент нужно исследовать. На мой взгляд. Дальше. Так. Я потеряю крючу над головой. Так. Ну, тут нужно просто аккуратно. Нужно аккуратно на торопе смотреть, что вы можете сделать. Поддержать меня некому. Здесь снова я вижу жертвенную позицию. Вау. Да. То есть, поддержать меня некому. То есть, так как будто, условно говоря, ну, кто-то должен вас поддерживать. То есть, у вас есть вот такое внутреннее представление, да, что вас должны поддерживать. Именно должны поддерживать. И то, что вас не поддерживать, вызывает у вас, очевидно, негативную реакцию. Ну, раз у вас возникла сама идея о том, значит, вас должны поддерживать. Вот. И это то, что порождает негативные, ну, я так полагаю, негативные эмоции. Это то, что порождает, я так подозреваю, излишние ожидания от, ну, например, от своего окружения, да, от людей, которые вокруг вас. Вот. Желательно бы скорректировать, потому что, все-таки, на мой взгляд, ожидать поддержки, это не самая лучшая история. Хотя бы потому, что люди могут вас поддержать, а могут вас и не поддержать. Ну, как будто, в зависимости от своего выбора, в зависимости от своих возможностей, в зависимости от того, хотят они это делать, и так далее. Вот. Но, ваше ожидание, ваше именно ожидание того, что вас поддержат, здесь, в данном случае, идут только во вред, к сожалению. Поэтому данный аспект, я надеюсь, вы для себя, как бы, обозначите и подкорректируете свои ожидания. Если у вас не получится это сделать, не получается это сделать, да, то, опять же, психолог вам в этом смысле поможет. Сейчас нужно поработать с представлением. По поводу, в целом, неопределенности, да, по поводу, в целом, реализации, я мог бы, наверное, сказать так, что вы находитесь в отрыве от своих чувств, да. Вот. И вы не прислушиваетесь к себе, поэтому я бы дал вам несколько заданий на повышение эмоционального интеллекта, вот, после того, как с вами, например, поможет быть, например, действительно ли есть такая проблема, либо наоборот, чувств-чувств очень много, вот. И, соответственно, лучше их выражать, то есть, больше именно когнитивный аспект развиваться. Вот. Вызывает вопрос то, что вы пишите, я не замужем, пока. Вызывает вопрос, потому что очень важная цель замужества. То есть, для чего вам, ваше, для чего вам ваше возможное замужество. Вот так. Это очень важная история. Вы пишите, у меня есть любимое хобби, увлечение, они постоянно зарабатывать не получится. Вам достаточно просто реализовываться, не обязательно зарабатывать. Как справиться со своим страхом? Справляться не нужно, страх необходимо раскрывать. Страх необходимо именно раскрывать. То есть, это такое определенное раскрытие страха. Страх, как чувство, знаете. И, как чувство, его не нужно побарывать. Ну, вот, вызывает вопрос, опять же, причина, по которой вы для себя выбрали, вот, скажем так, позицию, позицию побарывания страха. То есть, мне бы, вот, очень хотелось узнать, почему вы стремитесь, ну, стремитесь побороть страх, а не раскрытие. Откуда эта позиция, что драк нужно именно побарывать? Откуда эта точка зрения, что его нужно подавить себе? У кого-то же вы этой точкой зрения, я так подозреваю, нарушили. Ну, а что касается того, чтобы разобраться в себе, то здесь, конечно, нужно работать с психологом, как минимум. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, разобраться в себе, не поисследовав себя, да, не получив обратную связь от психолога, это очень неблагодарное и опасное дело, потому что вы можете еще больше себе навредить. Вот так. Я не знаю, готовы ли вы работать со специалистами, поэтому все-таки одно задание я вам дам на развитие все-таки национального интеллекта, да. Вот. Значит, просто составьте список своих чувств, которые, ну, вы испытываете, к примеру, за целый день, ну, за весь, за весь день. Составьте список этих чувств, вот, и дайте им оценку. Какие чувства, по-вашему, хорошие вы испытываете? Какие чувства не очень хорошие, по-вашему мнению? И почему? И почему? Вот, пока что, давайте, наверное, на этом закончим с вами. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы вы немножко подумали, чтобы вы поработали над заданием, которое я дал. Вот. Ну, а дальше уже, если, если у вас будет желание, да, обращайтесь, либо я, либо мои коллеги помогут вам. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их уличку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.